На котлете плесень. Дети подтверждают. Эти фотографии, как утверждает Юлия Митрошина, сделали сами дети. И тут не только котлета с плесенью. Вот омлет с грязью от старого противня, коржик с истёкшим сроком годности. А в пирожке, помимо капусты, оказался неожиданный сюрприз. Благо, обошлось без последствий. Во время того, как я ел пирожок, я заметил, что в нём находится железка. После чего я показал её воспитательнице. Воспитательница, конечно же, пошла на раздачу к поварам. Начались разбирательства. После чего выяснилось, что это лезвие от старой мясорубки. И оно сломалось и попало в пирожок. Несколько дней подряд, по словам Юлии Митрошиной, её сын, ученик 4-го класса гимназии искусств, жаловался на боли в животе. Мол, котлета оказалась недожаренной. Я пришла разговаривать когда с детьми. И дети просто в один голос мне рассказывали, какое плохое питание, как у них болят животы. Одного тошнит, другого рвёт, у третьего, извините, понос. Поэтому я не стала ждать, пока дети будут дальше, грубо говоря, травиться. Как заявляет обеспокоенная родительница, сами сотрудники гимназии писали служебные записки по поводу качества питания директору. Но без реакции. Тогда Юлия собрала подписи ещё 15 родителей и 1 марта оставила обращение на сайте школы и в региональном УНФ. На наше обращение отреагировала Минобраз, Роспотребнадзор. Сразу же были проведены определённые проверки. И, как нам стало известно, уже есть последствия для тех сотрудников, которые занимаются питанием детей. В заявлении целый ряд претензий. Молочка и выпечка просроченная, фрукты и овощи полугнилые, сотрудник на раздаче без перчаток. По информации Министерства образования, некоторые факты подтвердились. Первые меры уже приняты. Мы установили камеры, 4 видеокамеры в столовой установлены. Но это, конечно, не для того, чтобы следить за кем-то, чтобы было понимание, что всё чётко организовано, что всё вовремя, что дети действительно получают горячее, хорошее питание, что все сотрудники, которые в этом задействованы, исполняют свои обязанности. Директор гимназии, в свою очередь, уверяет, полуфабрикатов в питании детей нет. Столовая полного производственного цикла. Мясо размораживают, доводят до фарша. Вот, например, шницели. Дети получают свежеприготовленные горячие блюда. Откуда плесень, непонятно. Под подозрением противней, которые вроде бы и обрабатываются, и дезинфицируются, но, видимо, дали реакцию. С субботы ребята уже питаются продукцией, которые мы горячими блюдами подготовили непосредственно на новых противнях. Вот вы можете видеть один, второй, третий, четвёртый. Вот это те, которые у нас новенькие. Старые у нас только сейчас на сухаре. То есть, в принципе, для именно готовых блюд, для мясных, которые вот такая реакция дала, мы уже, конечно, будем использовать новые. Сроки годности все, конечно, не проверили. Но первые попавшиеся продукты в норме. Можно тоже посмотреть. Сломалочку. Здесь сегодня йогурт. 17-е число. Только вот выгрузили. А вот и измельчитель, часть которого, возможно, и оказалась в злополучной котлете. Детали уже заменили. Администрация провела полную ревизию. Кроме противней, обновили посуду на 70 тысяч. В планах заменить часть оборудования, удлинить линию раздачи. Бракиражная комиссия ежедневно перед каждым приёмом пищи оценивает готовые блюда на органолептические свойства. Все необходимые записи в бракиражном журнале присутствуют. То есть, котлеты, партию, естественно, оно проверялось. Они как бы пробовали? Они берут выборочно любую котлету, либо какую-то определённую приглянувшуюся, или наоборот, наименее приглянувшуюся по внешнему виду рыбу, либо котлету, либо другую продукцию, и её уже непосредственно оценивают. То есть, происходит контрольное взвешивание, оценка по внешнему виду, по запаху, по вкусу. Следят за питанием детей до обеда учителя после воспитателей. Разрешённый родительский контроль. Можно прийти и самим испробовать местные яства. Среди учащихся было проведено анкетирование по качеству питания в нашей столовой. В целом, ребятам нравится питание в столовой, организованно. Им нравится, что блюда горячие, разнообразные. Отмечают некоторые блюда, например, макароны с сыром, запеканки. Им очень нравится. Ну и в качестве предложения хотели бы они добавить, конечно же, блины, сгущёнку, пиццу. Впрочем, пока проверка продолжается. Свои выводы ещё сделают региональные ведомства. Первые результаты ожидаются на этой неделе. Ольга Коняева, Артём Соколов, телеканал Юрган.